девчонки всем большой привет все забываю вам рассказать про вот эту пилку для ног сейчас как раз вот с ванной вышла думаю покажу вам очень классная вещь и вот пятки девчонки у вас будут вот гладенькие как у младенца после вот этой вот пилки я не знаю как она работает это вот вроде бы стекло идет так она и называется нано пилка для ног вот она не сказать что такая какая-то шершавая либо острое там но вот когда ножки мочите я не замачиваю их предварительно просто ванну зашла там пока мочалка потерлась вот такими круговыми движениями пяточки сверху вот если ну у вас где огрубевшая кожа немножко есть супер работает потом кремом намазали ножки идеальные как после педикюра вот девчонки от души вам советую можно так и набрать на валберис на зон на на пяткой на на пятка девчонки нано пилка и она выйдет она есть разных цветов разных размеров вот я заказывал на зоны говорю очень прям довольна вот вам тоже с вами делюсь советую вам если тоже вот пользуйтесь я раньше покупала щетку фикс прайсе тоже мне она в принципе нравилось но вот это работает лучше я иду на озон заказ сейчас отнесу смотрю на себя девчонки я же отстригла себе челку точнее не отстригла оболванила себя вот постригла то я ее хорошо просто с одной стороны равняла с другой стороны и в итоге общем она у меня очень короткая и вообще там практически ну обесцвеченных волос на челке нету я записалась на покраску и вот не знаю девчонки аэртач сделать или сделать милирование там в принципе в цене полторы тысячи кажется там разница полторы две тысячи или уже думаю делала аэртач сделать овертач с другой стороны думаю может быть ну что-то новое милирование как-то по-другому будет смотреться как раз перед своим днем рождения покрашусь немножко стричься не буду потому что стриглась я недавно вот и мне надо еще сегодня пойти будет на квартиру съехал наш квартиран девчонки вчера отдал ключи артуру вечером вот но я там еще не была хочу пойти посмотреть вообще там надо будет нужно убраться ну не знаю посмотрю в каком там состоянии квартира если нормальном то сама уберусь если совсем прям там ну страшно да то найму тогда клининг на авито найду так я уже пришла сейчас хочу поставить занавески постирать здесь мне ангелина девчонки вот видите слайм намазала на занавески здесь где-то еще друг другу прилип вот видите она кинула за этот вот это кресло мягкое у нас есть и прям занавески попала я так насколько возможно было очистила здесь вот видите пятно осталось это друг другу прилипло сейчас поставлю стирать стирать буду изи клином это у меня гель для стирки я вам уже его показывала очень девчонки я довольна этим гелем вот во первых он хорошо справляется с пятнами он густой такой концентрат до концентрированы его не так много нужно хватает на 167 стирок и мне нравится что здесь объем большой один раз взял стоит и получается надолго вам хватит покажу такой вот зелененький идет очень такой приятный нежный аромат даже вот после стирки он немножко так остается на белье не не разит прям да так очень сильно а такой легкий приятный аромат и что мне еще в нем понравилось девчонки я раньше же постоянно порошки в основном брала и вот я детские вещи стираю вот ангелинкины часто практически каждый день да у меня много стирки и вот они деформируются они как будто пересушенные какие-то и вот цвет выцветает вот от порошка не знаю замечали вы или нет вот после этого геля девчонки я вот такого не вижу во первых после него не хочется добавлять ополаскиватель потому что я ополаскивать или тоже люблю и вот когда порошками пользовалась обычными сыпучими всегда добавляла какой-нибудь ополаскиватель чтобы белье было мягкое а вот после этого геля не нужно никакого ополаскивателя но нормальное белье такое вот мягенькое хорошее не пересушенное не кривое косое да очень мне нравится я прям довольна вот можно его куда-нибудь переливать я просто ничего не покупаю ведь себе здесь мне в принципе так устраивает я добавляю и в отсек от порошка сюда и прям в барабан иногда наливаю также гель изи клин подходит для ручной стирки я например шелковые пижамы и халаты и свои рубашки стираю всегда вручную и тоже он хорошо с этим справляется сейчас у изи клин проходит акция в игры iphone macbook 50 годовых наборов бытовой химии и другие призы переходите по ссылке в описании и участвуйте в розыгрыше призы всем а и Занавески постирались И вот показываю вам результат Я как никто знаю не понаслышке Что слайм вообще очень тяжело отходит От ткани, с каких-то поверхностей Но здесь же все прекрасно Никакой липкости, никаких пятен Изиклин прекрасно с этим справился Сейчас осталось только повесить Погладить сначала, а потом повесить У меня здесь небольшая закупка продуктов Тут овощи, картошка, лук, морковка Пакеты везде валяются Они так сильно перекресток завязывают узлы Вот невозможно просто развязать их Приходится ножом отрезать Вот здесь у меня молоко Два литра на блины И кефир взяла Оладьи тоже сделаю И здесь в принципе все одно и то же почти Огурцы, помидоры Взяла вот такую вот свеклу вареную Мелкая такая свекла Хочу салатик сделать с чесноком, с орехами, со сметанкой Цыпленок, лук Вот такой вот ялтинский, девчонки беру Он же есть круглый, вот красный лук А есть вот такой вот плоский Вот этот плоский, он вкусный, сладкий Вот в салаты добавлять У меня Милана еще делает лук с сыром И вот вовсе она блин на завтрак заворачивает То, что ей нравится Но я тоже пробовала, вкусно получается Болгарский салатик Так иногда запекаю тоже Грибочки Здесь перепелиные, куриные яйца Взяла эти сердечки, девчонки Две упаковки Я, если честно, уже не знаю, что готовить Что придумывать для своих У меня уже вот фантазия иссякла И вот увидела сердечки Думаю, я их почищу хорошо И сделаю с гарниром Рис там на гарнир И вот с луком их пожарю Как бы такие тушеные сделаю И думаю, будет вкусно Для разнообразия хоть Здесь грудку взяла Кинза Там сыр, сметанка И хлебушек белый Я ем черный вот такой хлеб И вот последнее время лаваш стали тоже кушать И сыром делаем на завтрак И просто как вот мини шаурму Тоже нравится Одно время мы прям конкретно подсели Лаваш ели Но потом поднадоел, знаете, немножко А сейчас вот опять покупаем Девчонки, у меня будет к вам вопрос У меня есть вот такая вот щетка Равента Это браш-актив Модель у нее Вот 90СФ 95-40 Я очень ей довольна Она у меня, наверное, лет 5 Здесь идут две насадки Вот такая вот побольше 50 диаметр И вот такая вот поменьше Хорошо делает укладку Она Можно и объем придать И если вот поменьше насадку И подкрутить И волосы, знаете, такие блестящие После нее Вот укладка прям как после салона Классная фенщетка Ничего не говорю И вот ей 5 лет Она работает Ни разу не ломалась Но единственное Видите, вот у нее вот так вот Сильно прям распушили щетинки И вот качество укладки Все равно уже не такое Как было в начале Я хотела заменить Вот эти вот насадки И вот думала Спрошу у вас Может быть У кого-то тоже есть такая фенщетка Меняли вы или нет Потому что я в гугле набираю Мне Озон выдает Вот эти насадки Но когда я перехожу Там просто именно вот Фенщетки сами продаются А вот насадок отдельно нет Один раз мне как-то попалось На Яндекс Маркете Но вот там была одна насадка Вот именно 50 диаметр И она стоила 3 800 Девчонки Ну как бы 3 800 Сама цена ее Вот я смотрела 6 399 На Озон И на официальном сайте Тоже так же она стоит Вот И к чему я вообще это все веду У меня же день рождения скоро И вот я Артуру Ну я знаю, что он будет меня спрашивать Что ты хочешь Я думаю, скажу ему, что Выбрала уход себе, девчонки Невея Там дневной, ночной крем И сыворотку И вот сейчас задумываюсь О покупке Фенщетки Потому что Ну я как бы пользуюсь Да, на постоянной основе Мне удобно И думала Вот такую же приобрести А еще поделитесь со мной Девчонки Я теперь вам надоем С этой Фенщеткой С этими насадками У кого есть Бэбелис Тоже фенщетка Потому что ее тоже я рассматриваю Я читала отзывы Сегодня вот утром читала Но тоже такие Знаете 50 на 50 Кому-то нравится Ну так же Как и про эту Но Бэбелис Во-первых Она подороже идет Это стоит 6,399 Ну 6,400 Грубо говоря Бэбелис Стоит 8,600 Или 8,700 Но Бэбелис Еще У нее температура Мощность вернее Она ниже Чем у этой Получается Здесь 1000 ватт Ватт или вольт Ватт наверное А там 800 С одной стороны Это хорошо конечно Потому что Ну Будет она Менее травмировать Волосы Да Если температура Ниже Мощность Но с другой стороны Например Я тоже Вот Когда мне быстро Нужно Я на Прям на полной Мощности Сушу И быстро Сразу И волосы Сохнут И укладка Быстрее Вот И тоже Как бы не знаю И еще Пишут про Бэбелис Что там Там немножко Другая щетина Там есть такие Жесткие Щетинки И вот Пишут Что со временем Они От температуры Видать От нагрева Они начинают Загибаться И после этого Дергают волосы Путаться Начинает Сама вот эта Вот насадка В общем Не знаю Девчонки У кого есть Напишите Я почитаю Ваши комментарии И потом Уже Скажу Арту Свой вердикт Все по поводу Тональной основы Коллаген Вы у меня Спрашивали Девчонки Вы знаете Она мне понравилась Вот сейчас Я ее нанесла Она на мне У меня Вот здесь Вот немножечко Покраснение Вот до этого Когда снимала Если вы заметили Были Хорошо Она перекрывает И она Действительно Увлажняющая Вот Комфортно На лице Лежит она Никакой маски Нету Но единственное Вот она у меня Если я крем Наношу Перед тем Как Тоналку Да Наносить У меня К вечеру Вот я с утра Делаю Например Макияж Да И к вечеру У меня прям Как жирный блин Блестит Приходится Пудрой проходиться Вот А так В принципе Я ей довольна Во-первых Она бюджетная Здесь очень надолго Хватит Мне понравилось И кто-то мне писал Что боится заказывать Девчонки Я проверяла По QR-коду И кстати Я же заказала И пудру тоже Я когда проверила Смотрю Это оригинал Думаю Закажу пудру тоже Потому что у меня Рассыпчатая есть Я рассыпчатые Не очень пудры люблю И вот Заказала Этой же фирмы Пудру У меня Оттенок 13 И в принципе Тоже 600 С чем-то Я за нее заплатила Просто Девчонки Если покупаете Смотрите внимательно Вот таких пудр На Валберис Там наверное Тысячи Есть от 200 рублей И там До 2000 Ну просто Логически Понять За 200 рублей Она в любом случае Не будет Понятное дело Что это подделка Я вот взяла За 600 с чем-то Здесь получается Сама пудра И тоже Пробивала По QR-коду Это оригинал Все проходит Корея И взяла 13 оттенок Да я сказала Здесь получается Пудра Тоже надолго Очень девчонки Хватит Пуховка есть Вот такая вот Но я ей не пользуюсь Вот он сам цвет Вот такой вот Немножко Как будто Желтоватый Выглядит На камеру На самом деле Он мне подходит И вот по поводу Тоналки Девчонки Я когда ее брала Я переживала Что она будет Серая на мне Такой серый Подтон будет Вот Но нет Все прекрасно Хорошо мне подошел Этот тон Потому что там еще Есть 21 И я вот между Двумя выбирала Читала отзывы Но вот этот Мне 13 Идеально подошел И здесь еще У пудры Есть вот такая Вот запаска Вот я Вот это кстати Не пользовалась Я пользовалась Запаской Вот Тоже Надолго Хватит Тоже Такой же Тон Неплохая Пудра Хорошо Она так Матирует Тональная Основа Не забивается Ни в поры Все нормально Вот так Немножко Я припудриваю Хорошая Говорю За такую Стоимость Девчонки В принципе Почему бы И нет А пахнет Знаете Старой Пудрой Ну вот Не в плане Старой Срок Да Истек А вот Раньше Наша мама Когда еще Пользовались Пудрой Прям Присыпкой Какой-то Присыпкой Такой Пудрой Все Сразу Лицо Свеженькое У меня Немножко Вот здесь Покраснение Девчонки У меня Сейчас Вообще Кожа Не в лучшем Состоянии У меня Была Пищевая Аллергия И я Вот Три дня Энтеросгель Пила В общем И вот у меня Покраснения Немножко Меньше Стали Было Совсем Прям У меня Ну Уже Более Менее Вот здесь Немножко Только Осталось Проходит Занавески Повесила Смотрятся Они Конечно Мята Но Я не успела Погладить Сейчас Позвонили Там Придут Квартиру Смотреть Мне нужно Будет Быстренько Пойти Самое Главное Чистые Пятно Отошло Вот здесь Вот стоит У нас Кресло Она бросила И вон Туда Попала Они Чуть Длинные Видите Занавески И к друг Другу Прилипли Ну Хорошо Что Отошли А то Занавески То Не наши Я вообще Хотела Шторы Сначала Сюда Повесить Ну Чтоб Немножко Изменить А потом Думаю Сейчас Серость На улице В комнате Тоже Серо Будет Темно И Решила Оставить Так Только Тюль Пусть Висит Так Посветлее В комнате У нас Уже Вечер Обжариваю Булгур На Сливочном Масле Потом Водичкой Залью Это Будет Гарнир И Здесь Вот Тоже У меня Масло Уже Греется Сейчас Сердечки Почистила Вот Так Мало Девчонки Сердечек У меня Получилось Из двух Пачек И Сейчас Лук Тоже Две Луковицы Почищу Порежу И Будет У нас Вот Такой Вот Ужин Артур Пришел Девчонки Принес Варенье Это Нам Варенье Я Сама Не Закрываю У нас Как-то Не Любители И В магазине В принципе Я Не Покупаю Ну Раньше Вот Во вкус Вилли Брала Там Из Клюквы Из Смородины Есть Из Облепихи Такое Вот Настоящее Перетертое С сахаром Очень Вкусное Иногда Бывает Что Мне Хочется Но Давно Не Брала Правда Не Знает Из Чего И Человек Который Артур Говорит Что Это Вишня Но Что Слишком Мне Кажется Темное Для Вишни Вот Хотя Если Его Много Варили Не Знаю Мне На Смородину Как будто Похоже Я Вообще Очень Люблю Самое Мое Любимое Варенье Это Смородиновое Я Из Красное Люблю Из Черное Тоже А Вот Будем Чай Пить У У Уже Следующий День Мы Идем С Миланой Ходили На Озон Забрали Куртку Купили Ей Все Выбирали Выбирали Вот Неделю Куртку Мы Смотрим И На Валберис Смотрели Ну Что Там Такие Куртки Знаете Более Так На Взрослых Она Не Могла Ни На Какой Остановиться Потом Спортмастери Смотрели Спортмастери Понравились Четыре Курточки Ну Можно Было Их Померить Но Там Нужно Стопроцентную Предоплату Делать Потом Меряешь И Если что Потом Возвращаешь В течение Трех дней Деньги Возвращаются Вот это Конечно Неудобно Вот И потом Я на Озоне Посмотрела И Все эти Куртки Главное На Озоне Ее Размера Не Было Вот Одну Только Куртку Нашла Ее Размер Был И Вот Сейчас Пошли Я ее Заказала На Озоне Же Можно Так Заказать Вот Померили Хорошо Она Ей Капа Черная Курточка Такая Длина У нее Хорошая Попу Закрывает Хорошая Курточка Сейчас домой Придем Я вам Покажу Хотели На Квартиру Зайти Блин Ключи Забыла Девчонки Перед Выходом Положила И Убежали С ней Быстро Быстро Забыла Сейчас Ключи Возьмем Сходим Посмотрим Что Там У нас В квартире Но Артур Говорит Что Они Убрались Вроде Потому Что Он Когда Ключи Забирал И он И Супруга Сама Была Одно Оставила Дома София Тоже Мама Я с тобой Пойду Она Скучает По этой Квартире Еще тут Раз Перекрасили Давай 50 31 Кажется Она Скала Или 30 31 31 Нет Какой 30 Вот Еще тот раз Степо Покрасили Здесь Ничего не изменилось Все Ну что Санузла Начнем Ванна Навесочку Надо будет Постирать Игрушка Ну это Они Оставили Видать Так Унитаз Помыть Ну когда Я Посмотрю Машинку Машинка Это Она Сюда Немножко Пошла Или Они Ее Отодвигали Сюда Ставили Ставили Стаканчики Мука Здесь Смотри Что-то Текло Что-ли Здесь Это Порошка Контейнеры Ну они Так Просто Они Видишь Не Убирались Просто Все Забрали Даже Вон По включателям Видно Включатели Какие Грязные И Здесь Кошка Что-ли Царапала У них Кошка Была Все Поцарапано Вот 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 И здесь Диван Тоже Артур Сказал Подрала Кошка Вот Здесь Видите Как Она Царапала Видать Так Ой Телевизор Какой Пыльный А он Видать У них Там Стоял У них Уже Другой Был Телевизор Поменьше Поэтому Он Такой Пыльный Там Еще Телевизор С детской Белый Стоит Вот И Вот Кухня Судомойка Посудомойка Грязная Конечно Все Нужно Будет Мыть Здесь Здесь Конечно Работы Много Раковина Вон Тоже Какая Грязная Ладно Духовка Посмотрим Вот Духовка Тоже Грязная Какая Листы Грязные Сейчас Холодильник Посмотрим Холодильник Так Что-то Такое Холодильник Вот Тоже Грязный Ну Холодильник Естественно Они Не мыли Тоже Все Будет Мыть Так Балкон Балкон Они убрали Здесь У них Конечно Завал Был На Балконе Все Они Освободили Тортура Открыл Поэтому Прохладно Мы Кондиционер Ставили Они Просили Кондиционер Пионер Вот Видите Правда Здесь Как некрасиво Труба Проходит Так И Спальня Кровать Вон Там Обои Какие Грязные Ребенок Наверное Лапал Да Я Так Скучаю Скучаешь А я Уже Знаете Вот Как-то Даже Я Смотрю На Это Все Даже Сердце Не Ёкает Я Раньше Так Любила Эту Квартиру Вообще Прям Знаете Такая Для меня Была Какая-то Наша Всегда Мне здесь Хотелось Уют Создавать Что-то Делать А сейчас Вот я Захожу Сюда И даже Знаете Вообще Ну есть Какие-то Воспоминания А так Вот Чтоб Например Сюда Опять Притяжить Вообще Не хочется Даже Ну или Потому что То что Мы дом Строим Я знаю Поэтому У меня Как-то Не знаю На эту Квартиру А может Это мячик Забрать А что Это за мячик Может Это наш А вон Эта Занавесочка Еще Одна Икеевская Черная Вот Я знаю Маму Что хочу Забрать Я хочу Вот этот Мячик Для Меха Нет Медведи Зачем Этот Полисборник 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 Вроде 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 Не Такие Грязные Потому что Они У них Один У них Стоял На балконе Всегда Они Им даже Не пользовались Только Вот этот Вот Получается Был Здесь И то Когда мы Тогда Приходили Он у них Вот так Был Половинка Была Скручена Вот Ну Здесь Работы Много Вот Здесь Тоже Это Изрисовали Простым Карандашом Но Это Можно Отмыть Дверь Тоже Вся Заляпанная Надо Будет Мне Посмотреть Может быть Нанять Кого-то Чтобы Пришли Быстренько Убрались Сейчас Домой Придем Я Посмотрю Объявление А здесь У нас Коврика Не было Что-ли Или Был Что-то Я даже Не помню Вроде Было Да Что-ли Не помню А вот Мне Ванна Теперь Больше Нравится Которая У нас Сейчас Ну Здесь Ванна Да Я ее Тоже Ванну Любила Кафель Этот Красиво Смотрелось Мне Нравилось Но Уже Как-то Нет Вот К черному Цвету Уже Получается У нас Был Блаванна Да Темная С темным Кафелем Уже Мне Как-то Не хочется Хочется Светлый В доме Наверное Скорее Всего Светлый Кафель Будем Делать Щетчик Да У меня Что-то Кофта Такая Быстро Быстро Мятая Ох Скучая Скучая И вот Знаете В квартире Запах Такой Стоит Вот Животного Именно У них Кошка Была Я правда Не знаю Маленькая Она была Большая Но Не важно Запах Вот этот Животного Все равно Есть В квартире Вот Как Некоторые Я знаю Говорят Что Ну У кого Животные Есть У нас Дома Не пахнет Говорят Просто Они уже Привыкают Но Все равно Если Вот Человек Зашел Кто-то Новый Человек Он Вот Этот Запах Все равно Чувствуется Вот Я вот Хожу И Прям Слышу Этот Запах А Это Что Такое Ну А Вот Это Возьми Это Выкину Это Какие-то Шурупчики Что Закрывай Большое Большое Светло Здесь Хорошо Там Ничего Нет Ну Ладно Софиш Пойдем Посмотрели Я сейчас Артуру Позвоню Наверное На Ему Лучше Клининг Пусть придут Они Хорошо Уберут Потому что Мне здесь Убираться Целый день Наверное Надо Будет А Ничего не Работает Ну Там уже Наверное Батарейки Сели Ну Селевизор Конечно Пипец А Видела Да Да А Раз Раз Говори Раз Раз Ничего Не Там батарейки Слабые Уже Все 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 Закрывай У меня Что-то Ноги Мерзнут Я не пойму А здесь Отопление Что Артур Окно Ставил Открытым Здесь И вот эти Поэтому Ну Батарея Что-то Совсем Холодная Здесь Странно Или Они Отключали Прохладно Потому что Мне прям У меня Я в капроновых Носочках У меня прям Ноги Мерзнут Тоже Холодная Батарея Странно Сейчас я Артуру Позвоню Дверь Оставлю Пусть лучше Проветривается Вот этот Запах Ну Что Пойдем Да Правда Мама Знаешь Что Эти чехлы Тоже Нужно Будет Снять Постирать Они Вот Хорошие Вот эти Стулья У нас И вот Мы Даже Там В квартире Сейчас Ну Там Такие Дешевенькие Стулья Ну Хотя Эти Тоже Недорогие Были И Вот Они Уже Такие Скрипят Немножко А этим Вот Сколько Стульям Лет И Снимаешь Чехлы Постирал Вот Даже После Квартирантов Ну Вот Видно Что Грязные Видите Ну Это Постирать Просто И Все Зацепок Правда Кошка Видите Понаделала Блин Все Вот Эти Тоже Надо Будет Помыть Ну Короче Здесь Генеральная Уборка Нужна Здесь Наверное Старешница У нас Здесь Свет Помню Включался Ну Что-то Не работает Свет Здесь Вот Работает Только Здесь Работает Вон Смотри Как Здесь Грязно Я Сразу Вспомнила Твой Мамый Канал Сразу Сразу Свет Вспомнил У меня Здесь Эй Мама Ну Мама 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 Неужели 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 В самом деле Наш дом Который Вроде бы Довольно Получиться Наш дом По которому А вот так же По которому Мы Визуализировали С Артуром Сейчас я вам покажу Вот Такой вот Домик Это мы Когда ездили Помните Я не помню Снимала я Или нет Это Где В сторону Люберец Туда Там вот Готовые Дома Мы смотрели И вот Из всех Нам вот Этот домик Приглянулся И вот Мы его Забрали И всегда Он у нас Здесь стоял Мы подходили Смотрели Всегда он На глаза Попадался И вот Мы визуализировали Здесь видите План Первый этаж Второй этаж Ну вот У нас Практически Сейчас Так же Вот я смотрю Гостиная Здесь Гостевая Тоже И здесь Так же Получается Три комнаты Санузел И гардеробная Ну только Немножко Расположение У нас Другое А так В принципе Если бы там Нужно было Только Пол Помыть Там Пропылесосить Пыль вытереть Я бы конечно Сама лучше Завтра пришла Бы Сделала Ну то что там Плиту нужно мыть Духовку Не плиту Духовку Ну и плиту Тоже нужно Помыть И посудомойка И холодильник Считай И вот эту вот Кухонную панель Тоже Столешницу Все там нужно Капитально Отмывать Это долгое Время Займет Даже за один день Не знаю Я просто Цены Клининг Даже не знаю Даже примерно Сколько стоит Сейчас домой Зайду Посмотрю Какие цены Мне даже Самое интересно Покажу вам Куртку Которую мы Взяли Миланки Это Капа Куртка Вот такая Вот Обычная Черная Женская Куртка Ну мне понравилось Тем что здесь Ну высоко Вот ворот идет И не надо Шарф никакой Носить Всегда Шея закрыта И она не сильно Вот прям к шее Облегает А здесь вот Широко так Хорошо И капюшон Тоже глубокий Если вот Капюшончик одеть Капюшон правда Не отстегивается Капюшон смежный И здесь два Кармашка Тоже глубокие И карманы Что хорошо Тоже на замочках Здесь вот Манжетики На рукавах Вот Такая вот Курточка Здесь можно Затянуть Вот Что здесь Это 42-44 Мы ей взяли Ну она такая Знаете Идет Если вдруг Тоже будете брать Она Большемерка Вот Это самый маленький Размер был 42-44 И она ей Прям такая Знаете Выглядит Как оверсайз Ну Милана Такую любит Поэтому мы Взяли Цена куртки 7800 Девчонки Ну вот я Спортмастере смотрела Ну в основном Все На все курточки Вот такая вот цена Ну у нее вот Была тоже Капа Не у нее вернее А у меня Помните Была черная куртка Такая еще На воротнике Белые надписи Тоже я долго В ней ходила Она и сейчас есть Очень вот Сколько я ее Когда я ее взяла И сколько носила И я И Миланка И по качеству Она прям Неплохая такая была И вот Милана Ее очень любила Поэтому мы вот Тоже взяли черную Она под все Подходит как-то Вот Будет носить Но она Помимо этого Она меняет постоянно Она и мои куртки Тоже носит И у нее есть С прошлого года У нее пальто есть Ну вот так вот взяли Курточка Говорю Неплохая Показываю вам Девчонки Своё окрашивание У меня села Зарядка Там в салоне Поэтому я вам не показала Пришла Вот быстренько Зарядила Потому что знаю Что вы будете ждать Вот Не стала так Заканчивать видео Думаю Девчонки напишут Скажут Настя Не показала Самое интересное Ну вот Смотрите Она мне сделала Мелирование Мелирование Но вот Не так Как я делала Меланки Я мелани делала Пореже Но прядки Брала потолще А она мне делала Наоборот Почаще И тоненькие Такие прядки Вот И потом Получается 35 минут Я сидела И прям В раковине Вот где голову моет Она мне нанесла Краску Красила Тонирующую Красила Она меняла Реаль Краской Она мне показала Палитру Не помню Девчонки Название Номер Тоже не помню Я обычно Такие вещи Не запоминаю Вот Затонировала Тоже минут 15-20 И получился У меня Вот такой вот Цвет Цвет Мне в принципе Нравится Сразу как-то Лицо Мне кажется Посвежее Стало Просто я сейчас Не накрашенная Конечно И укладку Я люблю Когда я все-таки Сама себе Сделаю Мне нравится Больше Намного Но так В целом Мне нравится Как получилось Вот Потому что Я темный корень Тоже люблю Когда у меня Вот отрастает Когда вот здесь Светлые волосы Как-то вот Ну как раньше Амбре было Я раньше Кстати Красила Технику Амбре Вот Но когда Слишком Отрастает Уже Конечно Тоже Некрасиво Когда вот Ниже уха Уже Это смотрится Не очень Вот Поэтому Завтра Голову Помою Уложусь Через Недельки Две Уже Можно будет Тонирующими Какими-то Бальзамами Шампунями Масочками Пользоваться Ну и вообще Вот по качеству Волоса Девчонки Конечно Пожестче Сразу Становится Я прям Чувствую Потому что Последнее время У меня уже Было Сострижено Все это Обесцвеченные Волосы Я даже Не пользовалась Бальзамами Масочками Прям Питательным Шампунем Просто Мула И у меня Хорошо Расчесывались Волосы Сейчас Конечно Нужно Будет За ними Ухаживать Вот Но с другой Стороны Укладка Будет Хорошо Держаться Я Вот так Вот часто Девчонки Тогда Когда помню Тоже Я постриглась В телеграме Показываю Волосы Вот так Трогала Мне кто-то Написал Настя Ты че так Волосы Трогаешь Я когда Что-то новое У меня На голове Я постоянно Туда Сюда Пробую Пока Вот я Не найду Что-то Своё Я не сделаю Укладку Ту Которая Мне нужна Я вот Буду Ходить 500 раз В зеркало Подходить Смотреть Я уже Сейчас Стояла И вот так Вот челку Девчонки Делала Ну Немножко Набок Думала Может Как-то Так Укладывать По типу Шеги Потому что Она у меня Короткая Уже По-разному Пробовала Вот И так И вот здесь Реденькую Делала По-разному Ну Вот Пока Говорю Я не найду Свой стиль Так скажем Который Меня Будет Устраивать Я так И буду Ходить Смотреть Но Я думаю Что Все Будет Нормально Говорю В целом В принципе Цвет Меня Устраивает Мне нравится Так что Девчонки На этом Буду Заканчивать Своё Видео Спасибо Вам Огромное За просмотр Что были Вместе Со мной До Следующего Видео И всем Пока Пока